Конкурсы, сбор пазлов и мозговой штурм. Акция безопасности стартовала на базе детского развлекательного центра. Здесь малыши вместе с родителями примеряли форму огнеборцев, изучали устройство пожарной машины и декларировали знания на камеру. Пятилетняя Даша отличилась. Девочка с трех лет по пунктам. Знает все, что нужно делать во время ЧП. Все это заслуга мамы. Три годика это поучительные, познавательные мультики. Далее это, конечно, допустим, 4-5 лет. Это уже какие-то телепередачи даже, возможно, познавательные. Уже где интервью дают люди, корреспонденты проводят познавательные. Поэтому, ну, чем старше ребенок, тем и все серьезнее. Основы безопасности на воде, проезжей части и при пожаре. Дошкольные учебные заведения – вторая ступень обучения малышей в сфере сохранности жизни и здоровья. Поэтому на мероприятии и воспитатели, как правило, на них тоже лежит ответственность за смертельно опасные ошибки детей. В безопасности пожарной всегда разговариваем об этом, что нельзя делать, что можно делать при пожаре. Занятия у нас постоянно проходят. Есть уголок у нас пожарного. Все у нас там. И игры у нас, и наглядность. Все у нас имеется. Постоянно разговариваем. К несчастью, со слов спасателей, ежегодно в республике на пожарах гибнут дети. Чаще всего ЧП происходит, когда их оставляют одних. Ребенок на секунду остается, скажем так, в своем свободном плавании, и он может навредить себе, причинить себе какую-то травму элементарную, взять в руки нож или облокотиться к окну, которое может быть не закрыто. Цель наша акция на то, чтобы акцентировать внимание детского травматизма, чтобы взрослые обратили внимание на своих детей, поговорили с ними о правилах безопасности, так как впереди лето, впереди большие каникулы, и исключить максимально детский травматизм. В программе акции беседы в дошкольных учреждениях и начальных классах школ, а также профилактические встречи в учреждениях здравоохранения. Финальный этап пройдет в первые дни лета и по традиции в местах массового пребывания людей. Особо актуально в этот период у водоемов.